Профсоюзы области, как и ожидалось, вновь возглавил Павел Григорьевич Ажередов. Очередной мандат выдан ему на пять лет. В ДК железнодорожников прошла 24-я отчетно-выборная конференция Общественной организации и Федерации профсоюзов Самарской области. В ее работе принял участие глава региона. На мероприятие подвели итоги работы за предыдущие пять лет, наметили планы на будущее. По данным на 1 января 2015-го, структуру профсоюзов области объединяют более полумиллиона человек. Репортаж Ольги Павловской. В последнее время профсоюзы вновь набирают популярность. Их основная задача – это отстаивание интересов рабочих. В непростое экономическое время особенно актуально. Немалую поддержку оказывает областное правительство. Глава региона обещает, и в дальнейшем людей один на один с проблемами не оставят. За последние три года отношение к рабочим сильно изменилось. Власти подчеркивают, для региона важны результаты труда каждого. Мы ввели очень много наград, вы тоже об этом знаете. Более 50 наград по разным видам. В том числе заслуженные работники по разным направлениям. Награды, связанные с длительной работой в той или иной области, когда человек всю жизнь практически посвятил работе на одном предприятии. И вот эти различные формы почтения, они тоже очень плодотворно влияют на настроение людей, и на отношение к труду. Как неоднократно говорили представители различных профессий, после подобных награждений у них появляется еще большая ответственность, стремление сделать еще лучше. Сейчас важно, чтобы непростая экономическая ситуация как можно меньше отразилась на людях. В регион приходят инвесторы, создаются новые рабочие места. В том числе задачи профсоюзов – быстро сориентировать людей на новую профессию. Мы когда готовились к конференции, мы учредили знак за сослуги перед профсоюзным движением Самарской области. Свой знак. И разрешите от имени Совета Федерации вручить вам первый знак под номер один. Поблагодарить за личный вклад, за то, что вы профсоюзное движение внесли, и вручить вам этот знак. Найти диалог с работодателем, помочь с организацией отдыха. В компетенции организации много задач. На встрече речь шла и об итогах выборах. Профсоюзы поддерживали команду губернатора. О ситуации в промышленности, объединении вузов. Переде немало работы. Необходимо сделать так, чтобы регион вернул лидирующие позиции сразу в нескольких отраслях. Перспективы для этого есть. Выразить слова благодарности, сказать спасибо за понимание. Мы понимаем, что без вас, без самой массовой общественной организации, самой массовой общественной организации, нам тех задач, которые в том числе власть ставит, губернатор ставит, президент страны Владимир Владимирович, Путин перед нами ставит, нам не решить. Или, по крайней мере, почти невозможно решить. Поэтому спасибо вам. Глава региона, награждая лучших представителей различных профсоюзов, подчеркнул, что в том числе от их активности и работы зависит, какой будет область. До людей должна доходить информация, они должны быть в курсе ситуации и понимать ее. Хотел бы сказать, Николай Иванович, особые слова в ваш адрес. За ту поддержку промышленности Самары, Самарской области, аэрокосмического кластера. Ну и у нас в этом году 110 профсоюзного движения, 110 лет. Наверное, надо как-то рассмотреть и подсчетные звания, так сказать, профсоюзного работника. Я понял. Такая награда нужна, Виктор Петрович. Наша задача выполнить волю народа. По данным на 1 января 2015 года в профсоюзных рядах в Самарской области состоят более 513 тысяч человек. Ольга Павловская, Дмитрий Алатарсов. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова